итак здравствуйте дорогие друзья с вами опять юка и анныки всем привет сегодня мы добрались до очередного дальше как уже наверное привычно стало никак мы не доберемся до новых земель других альянсов как мы собирались изначально вот а пока что бродим по подземельям подажем как известно в скором будущем в скором обновлении будет даже будут изменены и увеличенные расширенные и вообще дополнены всячески вот и поэтому может быть мы даже как последний из медикан сейчас бродим по старым версиям этих даже смотрим что они себя представляют вот и пытаемся отложить это в своей памяти потому что в скором будущем даже изменится и такими как сейчас мы их больше может быть увидим никогда в данный момент мы пришли кстати хотел сказать я вот здесь наконец-то так сказать дорвался до табарда до накидки всегда хотел посмотреть как они будут выглядеть на моем персонаже вот и очень удачно я тут нашел одну гильду их не гильда значит было так сказать оснащена что для вот таким табардом зелено-розового цвета вот и я наконец-то смог ее примере смог ее примерить но могу сказать что сделано прикольно очень сам материал похож по своей фактуре на какой-то шелк вот сидит на персонаже клёвый но расцветка данного конкретного табарда вырвеглазная совершенно мы мне не подходит вот но я так прикольно ради побегаю сегодня в ней посмотрю на нее так сказать в бою в действии хотя я играю от первого лица но ладно я буду я буду и ощущать что на меня что-то напянуло более чем обычно вот но не суть ладно мы сегодня находимся в местечке под названием аркскориниум это старый заброшенный форт который как я понимаю был болотом поглощен и мы посмотрим что здесь мы увидим встретим и так сказать так сказать какие приключения нас будут ждать ну а я сегодня пожалуй побуду немножечко суровым нордом в рогатом шлеме кстати очень прикольный прикольный прикид получился замутили мы анны киновую броньку она получила наконец 48 левил мы сделали броньку на 48 как могли так ну что мы здесь видим видим лами в том числе лами курары гигантских змей до которые здесь мутят какую-то непонятную тему не очень понятно что лично что-то мутит ну ламида не такие знаешь изобретательные так сказать они всегда приходят туда где-то сегодня я наконец-то наконец-то хилку то среду панель поставил уже сколько можно отличное начало нашего прохождения тебя убили сразу меня тоже задвинули все все в рамках дозвольного никаких сюрпризов опять же количество количество наверное да и все хотят нас подняться и магии какой-то супер удар не способны происходит и не понимаю они смотри какие-то вот пускают по земле то ли волнит со мной просил рисок какая-то странная вещь я не могу собственно говоря достать оружие давай вот сюда к этому лорки ручки ничего себе пение чё такое о я забыла поменять ловушку душ на ловушку душ до ты заряжай камни давай меня и пока и отчет и убегаешь что ей учусь желал бежал главным дел давай верну пока право кемарик такой кадушечки славой кемарик каду лавовая ванна принимает ванны и вот здесь мы видим сестра потоков ну мы обязательно должны поговорить вне всяких сомнений так ну что ж мы поговорили с этой сестрой потоков сестрой наводнений и выяснили вот такую значит речь этот форт выяснили такую вещь этот форт был очень давно заброшен людьми его оставили много 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 лет назад вот и их три сестры вот эти вот сестры наводнений сестры воды как назвать не знаю точно вот они значит решили это место облюбовать и дать жизни новой зародиться в этом месте то есть вот видите зелень везде вновь стала брать свое значит стали зарастать стены зеленью то есть как бы болото живность все различное в общем при помощи вот этих вот сестер это место стало снова наполняться жизнью вот и произошла такая ситуация что сюда этот форт облюбовали также ламии во главе со своей измененной королевой вот которые приперлись сюда в этот форт значит и стали мешать всячески вот этим сестрам восстанавливать здесь первобытный первобытный общинный строй вот и это это сестра за счет нас попросила о том чтобы мы помогли ей выдворить этих змей из этого форта и чтобы они могли спокойно значит его себе ты своих целей значит использовать вот так же она сказала о том что когда мы ей сказали о том что это всего лишь руины зачем они тебе нужны она сказал то что это руины для вас но для нас это ценное место здесь нет ни людей не эльфов ну значит и здесь сейчас когда это место наводнено потоками она жизнь здесь бьет ключом и всячески значит это место для них ценность имеет вот еще она сказала то что ламии с собой притащили хренову тонну сокровищ которые совершенно для них бесполезные сокровищем мы можем собрать себе то есть мы с ними заключили такой договор мы очищаем этот форт от змей форт остается им очищенные а все что ламии с собой приперли в этот форт мы забираю себе вот такой вот договор устный договор начнут не заверен нотариусом но друг другу мы обмануть я думаю мы будем сделаем так договорились что у меня просто была черная дверь я шагнула в неизвестность и через несколько мгновений вдруг появилась черная дра вот где вход да а сейчас нормальные двери двери и черная дыра то есть не видишь что за ними нет и вот пойдя в них я тоже ничего не вижу а потом обалдеть интересно как проявляется так ладно нас сразу же горячо встречают ламии вот здесь мы видим ламию курары которая подпитывает ядом гигантскую змею нам так продолжаем движение до форт очень смахивает на имперские форты в обливионе но естественно полностью заросший полностью знаешь природа здесь уже берет свое очень много лет конечно здесь никого из людей не было войска отсюда ушли тем более очень давно но вот и главное что пол волосе о о от оп большую часть и охраны охраны приспешников да ну давай тогда пойду наверх сейчас попробую там дали на приходовать на меня так всегда вот две нижних но сверхнему тоже считаю покончим вот такой вот серпент ай 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 а вот он меня в прошлый раз очень сильно подкосил что интересно этот яд ее что ли тоже убьет да она восстанавливает нет не бьет она восстанавливает у нее стрелочки шли в середине на уменьшение было 31 30 процентов когда она бежала там она не восстанавливалась вообще когда они так сворачиваются талачиком они восстанавливают жизни ну вообще обычно да но не в этот раз видимо симпатяшка так продолжаем путь в глубь форта все что это это предмет их мертвых вот так вот не сделаем вот это вот как для любви и все моменты сделано я вот почему она уползать типа она считает что я достаточно близко подошел чтобы она может меня положить так по одному по одному товарищу да по одному я бы не хотел но в этом их и сила чего тут скажешь только скопом можно нас всех замочить очередные 3 ламми вот это которая парится и ее надо было потому что конечно удержание блин здесь необходимо dark talons даже я думаю не знаю что лучше использовать когти удерживающие вот эти окаменение окаменение дольше держит но только один враг можно только одного врага ему держать когти держит очень многих ты их чередуй если мало врагов 1 держи если много очереди тут тоже особо не по чередуешь потому что это привык я так вот с меня так ну здесь трое вот я не знаю сагрится ли змея вот тут дальние я попробую щас не за три файл это давай тогда этих чай в общем то который парится в том что не трогаем она стоит варится себе спокойно вот так идем дальше здесь одна только большая змея так продолжаем выход на улицу у нас тут так что мы видим здесь красота красота водопады и чувствуется мне что здесь смотри-ка обгоревшая смотри обгоревшая ламия теперь я знаю почему она обгоревшая потому что здесь нехилый такой гнатун за темпость который тоже видимо не очень дружит с ними да видимо он ни с кем не дружит раз да у него вообще мало такой на электризованный хочется рассмотреть его со всех сторон перед тем перед тем как он нас на огне так ничего поехали у тебя есть хилк хоть не панель нет мне вообще в принципе я уже хилк нет и вообще в принципе не пользуешься хилками хилки придумали трусы понятно ну ладно давай попробую я подхилю если что вы этим с вами если я успею поменять давай вперед можно отвернулся долго теперь он пускает вам выпускает фанат так вот да он станет электричеством когда топать по то что радует то что все таки у даже у мячей достаточно большой большая дальность действия особо не подходя даже вот опять это осторожно достаточно приличное оружие прикольно даже на определенном расстоянии нет 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 ну чувак но я вообще тут без чувак просто корт и меня еще хочу добить так когда я уже встану я не могу встать и на две кнопки нажми мыши левую и правую чтобы стану избавиться так быстрей хилка 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 поближе ко мне держись все все а я в полный практически был отлично так что в принципе здесь нема проблема но вот смотри мы опять приходим к тому что даже босс ну как тройной элита мы иногда говорим вот этого уровня того же что и все остальные враги может сделать меньше чем куча мелких мобов которые со всех сторон на тебя налетают конечно мобы кучей это жесть это зло так сестра дождя это вторая из сестер как я понимаю сейчас мы с ней поговорим так ну поговорив с сестрой дождя она была удивлена что мы здесь вообще делаем мы сказали то что мы были посланы ее сестрой на помощь никуда не в другое место вот но они настолько похожи что можно подумать это та же самая но они сестры близняшки тройняшки их и строя вот и она сказала что значит полная жесть творится лами пришли значит свои грязные энергии значит здесь все заполонили в итоге змеи которые здесь жили стали мутировать и превращаться в нечто очень ужасное и отвратительное вот и она сказала что нужно нам найти третью сестру сестру волн и втроем вместе с нашей помощью мы тогда сможем положить конец беспределу лами так ну чё я так понимаю нам надо прыгать вниз пойдем послушаем твои вопли о господи что-то ты даже моя замечала твой что-то стал смелее в последнее время как-то это все нордские доспель а нордские доспель рога это все рога я думаю они его мы немножко придают уверенность в себе вот здесь опять мы видим целую кучу мобов целую кучу мобов из них из них три лами курара две обычных а нет одна обычная лами домино и луркер но и змея соответственно в середине как все это выцеплять по одиночке я не представляю кучей как это на это все налетать я тоже особо не представляю потому что луркер сагрится по любому сразу же но он медленный в принципе лами и самые быстрые и змея тоже я думаю надо сделать так чтобы надо наверное застанет змею попробовать а смотри луркер вообще уходит может быть нам но мы не сможем его сагрить так чтобы не согрались ламиет совершенно очевидно давай щас подождем пускай у нас заметит сам а смотри получилось это не сильно но облегчит нам задать так окей луркер готов смотри коламия ползет сюда но ее конечно не притянуть незаметно я думаю надо застанет змею может быть в которой по центру и потом попробовать разобраться с остальными ну давай попробуем 12 секунд примерно она будет застанет но просто змея же не может магическими в нас заклинаниями ну и что зато она ползает быстро и бьется очень сильно ты знаешь что ты возьми на себя право всех кто справа а я попробую взять на себя всех кто слева давай и посмотрим что из этого выйдет если змея будет отдыхать какое-то время змея не будет отдыхать она вырвалась из ловушки поэтому я щас застану или какую-нибудь изломить дамочки расступитесь два ну там у тебя я смотрю было весело потому что все прибежали ко мне а ну там ну там неплохо очень так ну пока что все в порядке я пока что даже звук но это явление временное конечно у меня снова начались красные квадратики вместо вещей вот я сейчас стреляла из красного квадрата красные квадратики? да что за красные квадратики? ну это ты имеешь в виду предмет на который текстур не наложишь? да 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 или вот такие красные кубы как раньше которые были когда меша не было кубы у меня на какой-то период вот пока мы долгое время когда не играли я вот потом поиграла ничего вообще не было а вот в последнее время в последние игры две наверное вообще везде их встречаю итак мы продолжаем наш путь и следующий следующий в водопад это я удачно приземлил я удачно приземлил чуть не помер поломал чертям собачьим все ноги ну и позвоночник и позвоночника да и пока я восстанавливаюсь ты бы давай может подальше для нас пропалили они пропалили это очень было своевременно но пока мы в воде они не могут тронуть или могут мы их тронуть не можем потому что в воде нельзя достать оружие все 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 она уползает и я умираю блин слышите вообще ну вот сюда мы просто конвейер просто конвейер по убийству ламит по убийству драку пламени петральное кто признал спектрального ламит я не пойму что нас бьет вот эти вот а вот они стоят бьем она я не пойму что нас бьет так все вот она значит у нас сестра волн красиво поет все узнаем так ну поговорив с третьей сестрой сестрой волн которая кстати оказалась самая доброжелательная на мой взгляд мы выяснили то что впереди лежит путь в лежбище королевы ламих королевы змеи вот и они втроем приготовляются к бою чтобы помочь нам победить это дьявольское создание только убив которое это место сможет снова обрести покой так что мы продолжаем наш путь к лежбищу королевы змей лежбище королевы змей да посмотри здесь три там три тут пять там восемь так все своевременно делаю просто вообще что ты это ударил разок кину побежал дальше да 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 вот я об этом и говорю шик блеск красота просто нам просто учиться и учиться еще тактики да нет но может быть если по тактике мы можем что-то придумать то реализовать ее всегда получать правильно грамотно опять же еще не очень хорошее знание скиллов скажем так мы не очень хорошо знаем оружие которым мы можем пользоваться может быть в какой-то степени так так да мне вообще довольно таки непривычно играть играть в класс потому что всю свою жизнь я выбирала какого нибудь лучника скрытного и тут я бах взяла в обе руки мечи и надела тяжелую броню и пошла в бой смотри впереди нас ждет с ли клиния д стронг стресс сонг стресс короче говоря стрессовая песня нет 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 слекления портящие пение вот и ее значит любимый домашний питомец с которыми мы сейчас собственно говоря если с холестнемся давай тогда я возьму на себя слепление что ряд и змейку и давай я надеюсь что это будет как прошлый раз с двумя дрейморами надежда умирает последний сонг так сказать а просто умопомрачительная тактика бегать, бегать вокруг ламии и дразнить ее а а а а а а у нас ты орешь то что ж так орешь то блин ты посмотри как она орет а а и она не просто так орешь я же говорю она создает стресс своей песней да теперь я это понял она так сейчас я попробую ездить кириллу поближе ко мне держись поближе 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 быстрее быстрее давай 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 я здесь я рядом а опять он орешь блин а этот складывается в колечко блин слушай а когда орио то ее вообще спрятаться возможно от него нет потому что оно и на меня действует хотя я довольно таки далеко складывается у меня что бы ее змейка да так я пытаюсь тебя не видеть но у меня к сожалению не не чувствует а хотя может быть есть какой-то смысл если песни песни прячемся завыла завыла а мои нет без мазы вообще без мазы куда-либо отходить вообще никакого смысла попробуй в этот зеленый круг запихать который ее точно да не нашла слушай змейка топит ее создает себе защитный купол чтобы на нее не действовал я понял так что в следующий раз щемись ко мне я понял я постараюсь господи мы такие тупаки мы такие тупые такие тупые и давай иди ко мне значит ее не надо убивать да не действует не действует да не надо убивать змею хорошо мелкую давай давай оба кинем силы на большую окей потому что в ней вся сила ну смелку потом разберемся не зря же она рядом с ней ох ты ж поет где мелкая убегает блин 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 все 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 нормально так пока она поет я на чуть-чуть я выпью чудесного снадобья ух ты ж ешкин кошкин то больно поет где змея где змея где меж далеко я отмел ты далеко а интересно она ладно неважно ну что вы это проверить так все блин а мелко чем мейку мелко автоматически что она да смотри офигеть но почему то красная точечка на компасе светится да как будто бы она поживающая эх она спасла нам жизни ну фактически да фактически да чё крути это разводной мост видимо там где то дальше по пути подожди мы оттуда пришли смотри 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 она с перекошенной рожей сейчас сползла в центр ктуга со сломанной шеей ты не видела это это было забавно я видела да мы оттуда пришли ну правильно мы должны туда и дальше идти подожди а вот здесь мы не пройдем там там дальше по ходу движения видимо был разводной мост мы до не дошли вот а здесь был вентиль который открывает тут разводной мост вот но поскольку мы сюда ломанулись в первую очередь мы моста еще не видели ладно ладно просто меня приманили заросли похожие на дверь заросли похожие на дверь ну как это назвать а вот он вот эти мосты собственно говоря ну что нам теперь ничто не страшно после того как нам наши уши поиздевались мы послушали это блин я зависну смотри опять с копьем ты видишь да 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 я никуда и не на таран блин хороший чувак чувак отвисни чел поет о боже мой это очень странно выглядит на самом деле что я уже наконец она отвис от первого лица странно это блин опять мне напомнила органианскую похотливую деву опять я сквозь пол где там про копьё было кто какая то из ламики повернул твоё копье правильно я понимаю нет но не совсем хеха хахахаха Через разводные мосты, которые мы свели, собственно. Честно говоря, мне как-то не очень нравятся вот эти вот существа. Блин, а это Матрона, окажется. Посмотри, да? Матрона. Матрона, ёлла-палла. Матрёшка. Давай, матрёшка. Покажи нам, на что ты спасла. О, ни хрена я упал. Улетел вообще. Это было неудачно. Да, я не могу оживиться, потому что ты где-то там всё-таки ещё живой. Опять поломал себе все ноги, к чертям собачьим. Сейчас подготовленный, со сломанными ногами приду. Всё. Я использовала последний камень. А что это носится такая неуверенная туда-сюда? Давайте, давайте. Смотри, смотри, что с ними происходит. Ты видишь, что-то? Блин, вот это красное, да. И, возможно, даже, чтобы в этот раз мы не пом... Ай, не помню, а может быть и нет. Кто знает. Смотрю, на Икс, не знаю, что с вами не церемонится тут. Ей пофигу. Да, кто мы, что мы, что мы, что мы тут забыли. Что хорош, блин, брат, мне просто удавали. Красноту твою хватит наводить. Ты всё-таки нейтронай, иди-то, чтобы так лутовать. Я тебя добью, скотина. Я тебя добью, скотина. Скотина такая, а нет, ты посмотри. Опа. Тут ещё и... Чё, она кого-то позвала на помощь? Ну, она не то, что позвала. Ой! Не назвать это зовом помощи, конечно. Да, ну вот здесь такая вот скотина мелкая. Блин, нахрен. Отлично. Давай, подниму тебя. Да, камни только. А, ничего ты встала. Как палка, короче говоря. Так, ладно. Продолжаем, сейчас мы откроемся. А чё, это сундук-то нельзя открыть, что ли? Нет. Это чё это? То это. Мы хайлилилил, типа... Нефиг вам хайлилилил им здешним... Не для вас оставляли. Это похоже на то, как... Взрослые мужики пришли в детский сад и обижают детей. Но только дети дают отпор при этом. Такой нехилый. Каким-то невообразимым способом. Я правую застану, короче говоря. А, ну понятно. Ладно, я дальнюю застану. Извините, сорвал. Брось. Потому что уже... Ну вот, уже прям вот очень хочется. Из этого болота куда-нибудь. На поверхность. Прям чувствуется этот холодок. Холодок по роже. Слякоть. И сырость. Нет, змею не буду встанет. Застань, аккуратно. Ой. Ну... Кто-то освободил Хурара. Зачем он это сделал, мне так неизвестно. Чтобы сразиться. Чтобы сразиться. Стать героем. Чтобы вызвать набой. Да ладно, кусаться. Будешь ли кусаться-то? И вот мы на подходе к какому-то очередному залу. И в этом зале. Кто же нас ждет, как вы думаете? Конечно. Конечно. Смотри-ка, на этот раз они луркера, древнего луркера запитывают. Вот же ж. Своими ядами. Ну что, как действуем на этот раз? Опять сначала мелочь? Давай мелочь. Ну о чем? По-другому не вариант. Мелочь, потому что останется, нас в любом случае положат первый раз. Так хоть и избавимся. Ну погоди, без предупреждения надо было так оправдаться местами. Ладно, не сцать. Нет, ну девки, вы конечно изменить прикольные, но е-мое. Ну е-мое. Ну что? Нет, ну надо было все-таки как-то немножко с предупреждением. Да ладно. Итак, извинемся за небольшой косяк. У нас тут вышла накладка с видео. К сожалению, мы не смогли заснять тот момент, как мы положили. Мы положили от ватского луркера. Но вам придется поверить нам на слово, мы его положили. Уж что есть, то есть. Ох, сестрички. Чуть инфаркта не хватил. Ёла-пала, что ж так выскакивать-то? Поговорим. Итак, поговорив с этими тремя сестрами, мы выяснили то, что они будут помогать нам в бою против главной королевы змей. И они нам рассказали о своих способностях. Значит, сестра дождя сможет нас хилить, помогать нам затянуть наши раны. Сестра потоков будет отвлекать королеву лами, а сестра волн, получается, будет сокрушать ламию. И втроем, точнее в пятером, таким образом мы попробуем ее одолеть. Вот они, наши три сестрички, и вот там вдалеке мы видим королевну. Интересно, каким образом управлять ими. Нужно понять, как именно ими управлять, я вот, честно говоря, не очень это понял. Так они сами, наверное, будут, нет? Нет, ты смотри, там даже в задании написано, используйте силы потоков, чтобы отвлекать силу дождя, чтобы залечить раны, и силу волн, чтобы сокрушить ламию. Давай начнем бою, посмотрим. Они, возможно, будут, как бы... Активно, может быть, когда бой начнется. Или же заклинание какое-нибудь, типа, знаешь, как портал открывается, будет такая вот светящаяся штучка, ты к ней подбежишь, используешь, и там она тебя отхилит, например, так. Ну ладно, давай посмотрим, попробуем сейчас, может быть, нам даже их помощь-то и не понадобится. Давай просто сейчас начнем бой и посмотрим, что будет дальше. А вот смотри, блин, это тоже орется. Да. Вот, используй, смотри, на Х надо, как эти. Да-да-да-да-да-да-да. Так, вот у меня ничего не получилось. Блин, красный, красный, красный. Ух ты, ее даже можно притянуть, ничего себе. Один из немногих боссов, которого можно притянуть. Ну что, поехали? Поехали. Давай. Когда электричную херачил... Вот, смотри, видишь, точно. Да, держимся на страхах, чтобы электричество у нас не могло достать отсюда. В прошлый раз мы поэтому продержались так долго, потому что... Ах, ты шпьешь зеленый, та! Своим-то гребаным-то вот этим... Понимаешь ли, криком. Ой-ёй, ой-ёй. Блин, она как раз островки, собственно говоря, и охреначивает своими кругами. Вот, и островок нормальный. Подбегай ко мне поближе. Так, сейчас я тебя подхилю. Блин, запускай не знаю, что это... Держимся пока здесь, потому что тут островок, она не... А вот теперь она его... Да, и этот тоже. И тот тоже. Вот, теперь вот этот. Самый дальний. Так. Сейчас же это быстро... Я на очень быстро... Блин, что на ухо-то прям? Сразу орать, сразу орать. Так, ток. Ток, да. Когда ток, держимся на острове. Вода, как мы знаем, очень хорошая. Открывай. Блин, а вот на этом монстры еще тут же так было. Ай, блин, нахрен, нахрен, нахрен. Ай, блин. Так, держись. Все, 16%. Сейчас должны быть круги, так что внимательнее. Я сразу на дальний попробую убежать. Да, правильно. Стрелы вообще ничего не снимают, но надо будет помощь. Сейчас она резко рванет сюда. Четыре процента. Нет, Рай. До свидания, девушка Романа. Фух. О, господи, вот это облегчение. Я тебя поздравляю, твоя очередная догадка оказалась правильной. То, что ток бьет только в воде. Поговорим с сестрой потоков. Так, ну что ж, дорогие друзья, поговорив с сестрой потоков в самом конце нашего квеста, она нас поблагодарила и сказала, что теперь это место очищено от скверны, и вскоре все будет хорошо. И это место будет очищено ими через некоторое время, и все вернется на круги своя. На этом наше прохождение подземелья Арк с Карином закончено. Мы наконец-то его, так сказать, осилили. До новых встреч, было приятно, так сказать, поиграть. С вами были Анна Ки и Юка, специально для сайта Тессонлайн.ру. Всего хорошего! Не все так однозначно с выходом из этого данжа, как оказалось. Пытаясь пройти по вот этой вот деревянному мосточку, мы неизменно падали вниз, где уже ждал нас притаившийся приключенец, который тоже не смог по мостику тройки. Ну что, рогатая глава, тоже не смог пройти по мостику? Да, все не так просто. Хорошо, что здесь есть лестница наверх, а то бы сгнили бы мы здесь, как тот скелет. Как кричали черепашки-ниди? Кавабанга! Давай, рогатый, где ты? Я все-таки выбралась из этих камней, как ни странно. Давай, прыгай ко мне только. Осторожненько. Не переусердствуй, так сказать. Вот тебе сигнальный огонь. Куда прыгать-то? Ко мне же, говорю же. Ты меня не видишь? Как у тебя получилось? Я там падаю. Просто я прыгнул сюда. Прям вот туда далеко сразу? Да. Ну, практически. Вот косяк в том, что ты зацепилась вот за эту вот... Головой. Да. Рогами свои. Как я там не повисла вообще? Ты все равно смогла, самое главное. Ура! Наконец-то. Да, по привычке все время хочется открыть дверь, кликая на нее. Путылка. А вот, собственно, смотри, мы из этого люка и вылезли. Вот этот люк, да. Люк, я твой отец? Да, что-то здесь с погодкой не ладится. Эх, хорошо было. Спасибо. Спасибо.